Приветствуем вас, дорогие братья и сестры! На библейском портале Экзегеты мы вспоминаем удивительного пророка Божия, Святого Ветхого Завета, пророк Даниил. Причем, ведь дан он был в самое трудное время, когда Иерусалим разрушен, храм тоже разрушен, народ уведен в далекий Вавилонский плен, то есть, казалось бы, все, значит, полный крах, все порушено, потеряно, и вдруг Господь подает человека, который действует божественной силой, силой Духа Святого, дает удивительные откровения, явные такие чудеса при нем совершаются. Это значит, что никогда Господь не оставляет людей, даже если посылаются очень жестокие такие удары, даже когда преследуют веру, когда разрушают храмы, все равно Господь не отступает, Он незримо присутствует и подает удивительных людей. Вот как в свое время, чтобы вывести из Египта народ, Господь подал им Моисея, пророка, да, тоже, значит, он овладел такой мудростью египетской, да, и Господь еще дает ему дары Духа Святого, то есть просвещение такое пророческое, и он выводит народ. Вот так же во время вавилонского плена дает как бы нового Моисея, пророка Даниила, который тоже был обучен всей вавилонской мудрости, тот египетской, этот вавилонской, и тоже Господь его наделяет даром пророческим. Имя Даниил на иврите Даниэль означает «Бог мой судья», а еще архангел Гавриил, вот архангел Гавриил являлся святому пророку для того, чтобы дать ему некоторые откровения, и он его называет «муж желаний». Даниил – муж желаний. Желания, как вы понимаете, бывают разные, у кого-то греховные, порочные желания, а у кого-то желания чистые, святые. И вот святой Даниил, он был человеком, вдохновлявшимся чистыми, святыми желаниями, и его желанием было прозревать дальнейшие судьбы богоизбранного народа, пути промысла Божия, и вообще вот что Господь явит впоследствии, и Господь отвечает на его желание, на желание его сердца, и дает ему удивительное откровение. Поэтому книга пророка Даниила, братья и сестры, когда мы открываем Ветхий Завет, книга пророка Даниила – это единственная апокалиптическая книга Ветхого Завета. Вот как в Новом Завете апокалипсис, откровение Иоанна Богослова, так в Ветхом Завете книга пророка Даниила. Там очень такие аллегорические иносказательные описания того, что должно совершиться, и там описывается, значит, и звери, ну даже не один, много разных зверей богоборчески настроенных, и тот, который будет превозноситься и попирать святыни, а потом все-таки вот его царство рушится, и является Божий суд, и пророк Даниил свидетельствовал о Христе. Христос, как Сын Божий, который стал Сыном Человеческим, и Ему дана власть и честь и слава во веки веков. Но часть откровений, данных пророку Даниилу, так и осталась неистолкованным. Вот как архангел Гавриил говорит ему, что ты запечатай эту книгу и сохрани ее, потому что исполнится это в последние дни. Поэтому иногда еще книгу пророка Даниила называют запечатанной книгой, то есть не можем мы все понять, не можем все истолковать, что там приоткрыто, но немножечко сегодня мы все-таки приоткроем самую малость, насколько позволит нам Господь. Что же мы знаем о самом пророке Данииле, о его жизни? Он был переселенцем, он был переселен из Иерусалима в Вавилон, но, братья и сестры, мало кто знает, что на самом деле таких переселений было несколько. И вот Даниил, он самый первый переселенец, в самую первую волну, это 605 год до Рождества Христова, когда Навуходоносор, его войска осаждают Иерусалим. А что получилось? Вот в то время, ну и понятно, всегда такое бывает, когда есть какие-то могущественные державы, то они начинают противостоять друг с другом, да, и в то время выдвигается вперед Вавилон, Вавилонское царство, ему противостоит Египетское царство, а маленькие государства, которые между ними находятся, они примыкают то тому, то к другому, это вот такая незавидная участь мелких государств, и к великому сожалению, может быть это тоже промысел Божий был, но Иудея, она примыкала больше к Египту, и оказываясь в сфере влияния Египта, она тоже подпадает под удар. И вот когда Вавилон воевал против Египта, то соответственно, вавилоняне они покорили в том числе и Иудею. Войско поступило к стенам Иерусалима, и царь Иаким, иерусалимский иудейский царь Иаким, не желая разрушения города, выходит с дарами, готов, значит, обо всем договориться, и тогда, значит, вот Иерусалим, он подпадает под влияние Вавилонского царства, и вот именно тогда, в 605 году до Рождества Христова, некоторых мальчиков, ну даже многих мальчиков из знатных семей переселяют в Вавилон, вывозят также некоторые сокровища и сосуды из Иерусалимского храма, драгоценные сосуды, а для чего вывозили мальчиков, отроков из знатных семей? В этом была дальновидная политика вавилонских царей, чтобы воспитывать новую элиту, да, то есть брать вот из знатных представительных семей детей, воспитывать их в согласии с вавилонской культурой, и тогда они потом впоследствии будут лояльны к вавилонской власти. Вот именно такая была задача, да, формирование новой элиты, воспитание тех, кто будет лоялен вавилонскому царю, и, соответственно, чтобы не было никаких восстаний впоследствии. Но эта политика, она была такого долгосрочного характера, то есть должно было пройти сколько-то лет или даже десятилетий, и за это время еще происходили войны, да, и вот Иерусалим опять оказывался в сфере влияния вот больше Египта, буквально через несколько лет, это вот 597 год, когда Иерусалим оказывался тоже среди восставших против вавилона, войско приходит, и царь Иаким пытается договориться, выходит за ворота города, но теперь его никто не ждет с раскрытыми объятиями, царя убивают, и тогда уже вывозят несколько тысяч воинов и ремесленников, чтобы они наполняли вавилонские земли, были верны вавилонскому царю, а Иерусалим ослабевает. И потом проходит еще некоторое время, и в 586 году, братья и сестры, уже это все до Рождества Христова, да, в 586 году Иерусалим оказывается полностью разрушен, и всех иудеев вывозят в вавилон, расселяют их среди вот этих вавилонских рек, вот помните псалом, который поется великим постом на реках вавилонских, там и седохом, и плакахом, их расселяют между речи, между реками Тигром и Ефратом, и пытаются их тоже как бы вот ассимилировать, но слава богу, этого не удалось осуществить, и вера в бога сохранилась, и представьте себе, что вот Даниил, пророк Даниил, который вывезен был маленьким еще мальчиком, отроком, вот он пережил весь вавилонский плен, все 70-летнее вавилонское пленение, он пережил всех вот этих царей, а Навуходоносор правил очень долго, на самом деле, 42 года Навуходоносор правил, это Навуходоносор II, и Даниил дожил вплоть до указа о восстановлении Иерусалимского храма, и был он уже весьма престарелый к тому времени, может быть даже под 100 лет ему было к концу жизни, ну в любом случае за 80 лет. Так вот, братья и сестры, когда Даниил только-только еще был перевезен вавилон, много мальчиков, а еще трое его друзей, Анания, Азария, Месаил, им, кстати, дали новые имена, в знак чего, что вот вы теперь как бы в новой культуре, да, вы подчинены теперь всему новому, и Даниил стал называться Валтасаром, а друзья его получили имена Сидрах, Месах и Авдинаго. Ну, понятно, что вавилонские имена, причем в каком-то смысле из их религиозной такой жизни, но несмотря на это, святые отроки вместе с Даниилом, они сохраняют верность истинному Богу. И это, кстати, сразу проявилось. А как проявилось? Там был такой, значит, указ, так велено было, что, во-первых, все эти мальчики должны были обучаться при мудрости вавилонской. Это очень сложные такие науки. Кстати, большинство вавилонин оставались неграмотными людьми, потому что письменность вавилонская, она была очень сложная, трудная. Каждый знак, там, иероглиф, он означал собой какие-то слоги, да, нужно было долго обучаться. И отроком назначили три года для постижения всех этих наук. А, кстати, халдеи в то время, халдеи — это и народность, и в то же время, как бы, вот, мудрецы, которые языческой премудрости были исполнены, но и в каком-то смысле посвящены астрологии, магии, каким-то таким вот тайным наукам, да, но в то же время они владели и знанием астрономии, и могли предугадывать уже, там, солнечные, лунные затмения, и владели вот такими точными представлениями о звездном небе, что перекрыть их смогли уже только в XVIII веке по Рождестве Христовом. В общем, наука была очень развита, и святые отроки должны были обучиться этой науке за три года, но они были способными действительно людьми, они овладевали этим, но сердцем своим к халдеиской мудрости они, конечно, не привязывались, потому что хранили верность Богу. И вот было велено от царской трапезы подавать им еду, яства, которые, значит, у царя на столе, да, но это не значит, что именно с царского стола переносили, а это значит, что с той же самой кухни, вот, где готовилось для царя, значит, то же самое для этих мальчиков, потому что они именно вот как элита, и воспитываются как в каком-то смысле помощники царя, поэтому такое было к ним внимание, и вино, значит, там, и мясо, и все так далее, но дело все в том, что в те времена языческая трапеза, и она была именно языческой, и некоторые яства, они были религиозно посвященными, посвящались тем или иным божествам, и вот Даниил с тремя отроками не захотели участвовать в этой трапезе, чтобы не сквернять себя. А вышло так, что Даниил, у него сложились очень хорошие отношения вот с управителем царским, который над ними находился, там был такой, значит, управитель по имени Амилсар, начальник над определенными служителями царскими, и ему Даниил говорит, что ты, пожалуйста, давай нам овощи и воду простую, и мы будем ее вкушать. Ну, Амилсар испугался и говорит, что я же нарушу царский приказ, а там ведь все было очень строго, если какое-то своеволие, то тут же могут наказать самым жестким образом. Но Даниил, он, будучи тогда уже мальчиком таким мудрым, исполненным при мудрости, он дал ему совет, а ты вот сделай эксперимент такой, давай поставим опыт, что в течение 10 дней мы не будем вкушать вот этой, значит, царской трапезы, которая посвящается каким-то там богам, а будем вкушать только овощи и воду, и после этого посмотрим, как мы будем выглядеть. Потому что этот Амилсар, он переживал, что они исхудают, станут какими-нибудь там доходягами, и получается, что он как бы не следит за их состоянием. И вот провели они этот опыт, и через 10 дней оказалось, что вид их лучше, чем те, которые вкушали вот, ну, все подряд с царской трапезы. Тут, может быть, даже еще просто здоровое питание, да, оно сказывается лучше на организме. А может быть, еще и сам Господь вот благословил их, и поэтому поддерживал их состояние. А когда прошли три года вот этого становления и обучения, то царь лично провел экзамен, испытал обученных отроков, и оказалось, что Даниил и трое его друзей по своим знаниям и по своей мудрости превосходят халдейских мудрецов. И поэтому царь оставляет их при своем дворе. И мудрость Даниила проявилась в несколько такой особенной, пикантной истории. Наверняка многие видели картины, посвященные этому сюжету. И сюжет называется «Сусанна и старц». Вот художники позднего ренессанса, они очень любили обращаться к этой тематике. А суть в чем? Священное писание свидетельствует о том, что в то время у иудеев, которые старались жить все-таки вот единой общиной, у них были свои судьи. Ну, в Библии в данном случае они называются старцами. Там были поставлены двое старцев, видимо, в Вавилонской самой земле, рядом с Вавилоном. Но старцы, упомянутые вот в Библии в данном случае, упоминаются двое старцев. Это больше не старцы, а как бы старейшины, старшие, потому что вели они себя совершенно непостарчески и неподобающе людям зрелого и духовно зрелого возраста. Так вот, значит, вот эти двое старцев, старейшин, они каждый день приходили к богатому иудею по имени Иаким, и в его доме вершили вот суд над какими-то делами. То есть было много внутренних разбирательств, значит, какие-то вот споры, судебные решения. И иудеи старались сохранять закон Моисеев, и нужны были те, кто разбираются в законе. Вот эти двое старейшин, они разбирались, они судебные дела решали в доме Иакима, а у него была очень красивая жена по имени Сусанна, благочестивая, которая любила молиться, обращалась к Богу, никогда не засматривалась на противоположный пол, а вот эти двое старейшин стали на нее смотреть. И когда наступало время обеда, они с утра до обеда решали дела, то как раз вот в обеденное время Сусанна, она отправлялась в сад при доме погулять, а двое старейшин наблюдали за ней, любовались, и в один момент они решили ею завладеть. Вот когда Сусанна решила искупаться в своем саду, да, вот она отсылает служанок за принадлежностями, там вот мыло, масло, говорит, принесите мне, и заприте дверь снаружи. И никто не видел этих двух старейшин, то, значит, служанки ушли, и они приступают к ней и говорят, что давай вот будь с нами, а если нет, то мы обвиним тебя, будто бы ты изменила мужу и находилась вот с неким юношей. Сусанна в растерянности, и она понимает, что если они ее обвинят, то ей грозит смертная казнь. Напомню, что по закону Моисея за прелюбодеяние полагала смерть, и двое старейшин как судьи, они прекрасно знали все тонкости закон и как обустроить так, чтобы вот осудить ни в чем не повинную женщину, но она выбирает все-таки верность мужу и верность Богу. И тогда она закричала, да, ну и соответственно, вот эти двое тоже закричали, как бы пытаясь изобличить ее. Слуги прибежали, они открывают дверь, и тут же старейшины начинают обличать ее и говорить, что вот мы видели, как она находилась с неким юношей, но он убежал, мы не смогли его схватить, а она не хочет говорить, кто он был. И слуги оказались очень пристыжены, ведь эти судьи почитались в народе, да, их уважали, а про свою хозяйку они никогда ничего подобного не слышали, и уже на следующий день совершается суд. И в общем ее обвиняют, и выносится смертный приговор, ее готовы уже вести для совершения суда, и тут вдруг за нее вступается юный Даниил, который возгласил, «Невиновен я в крови ее», то есть «я не соучаствую в ваших грязных делах». И когда вот это он произнес, да, то получается так, что, может быть, кровь-то совершенно будет пролита невинная, и решают произвести дополнительное исследование этого дела, и юноша Даниил предлагает следующий путь решения. Он рассаживает их по отдельности и ведет допрос каждого по отдельности. И он одного спрашивает, а под каким деревом ты видел Сусанну с юношей? Тот говорит, под Мастиковым. Он начинает второго расспрашивать, а ты под каким деревом видел ее? Тот отвечает, под зеленым дубом. И оказалось, что их показания расходятся друг с другом, и тогда перед всеми открывается, что они наговаривают на нее. И в общем было вынесено новое судебное решение, Сусанна оправдана, а этих двух, оговоривших ее судей, их предали смертной казни. Конечно, больше пророк Даниил, он находился при царском дворе, а Навуходоносор был занят самыми разными делами, постоянно какие-то войны, да, ну и в том числе и укреплений Вавилоны, и очень много строительных работ. И не так часто он обращался к Даниилу. Но вот однажды произошло знаменательное событие. Ночью во сне Навуходоносору было дано некое видение. И когда он утром просыпается, то помнишь, что было какое-то видение, которое его очень встревожило, а вот какое именно забыл. Ну такое бывает иногда, что что-то производит во сне сильное впечатление, да, а потом вдруг раз и забываешь. Ну помнишь, что что-то такое вот было. А бывает, что именно от Бога посылается это. И почему так? Вот в Библии приводится не раз, когда Господь вразумлял некоторых царей, даже языческих, там, скажем, к египетскому царю обращался, вот там, значит, вот сейчас в Вавилоне еще другие были случаи. Почему? Потому что царь – это вождь народа. Пусть даже языческий народ, да, но царь – он проводник промысла Божия. И, соответственно, иногда вот своим промыслом как-то обращается непосредственно к языческому царю. И вот в этот момент было именно так. И Навуходоносор не знает, как быть. Ну, а как быть? Точнее, он знает, как быть. Ведь есть же у него халдеи, гадатели, предсказатели, толкователи снов. И он созывает их. И говорит, сон снился мне, и тревожится дух мой. Желаю знать этот сон. И халдеи поначалу обрадовались, они думали, что царь скажет им сон, который они смогут тут же объяснить. Ну, понимаете, вот бывает такое у разных там магов и толкователей, что они хоть как тебе объяснят любой сон. Они такую картину распишут, что простой человек тут же поверит. Главное, вот расскажи свой сон. Но тут вдруг ситуация оказалась нестандартной. Навуходоносор говорит, нет, это вы мне расскажите, какой был мне сон. А после этого вы предложите и толкование его. Вы же таинственной силой действуете, значит, можете при помощи своей мистической силы объяснить мне, какой именно был у меня сон. Халдеи растерялись и говорят, что нет, царь, как же мы можем? Ты вот расскажи нам, и тогда мы объясним. Потому что это не подвластно людям, а только вот боги на небесах живущие могут знать сны людей. Но Навуходоносор остается непреклонен. Он говорит, что вот если вы объясните мне сон, то я наделю вас несметными богатствами. А если вы не расскажете мне, какой был сон, то я велю изрубить вас в куски, и все дома ваши разрушу. Вот понимаете, при царском дворе все так. Или человек вот до неимоверных высот поднимается, и его богатствами наделяют. Или смерть и казнь, и все, полное забвение. Все или ничего. Вот настолько тяжело быть при царском дворе. Да, вот может сопутствовать тебе огромная удача, но если вдруг ты в чем-то ошибся, осекся, тебя просто вот не спровергают и полностью уничтожают. Так было при языческих царях. Ну, к сожалению, иногда вот и в истории нового времени тоже это повторялось. И вот, значит, поскольку халдеи стоят безмолвно, переглядываются друг на друга, то царь велел истребить всех халдеев, которые жили при Вавилонском дворе. И как только выходит это повеление, то воины отправляются искать всех мудрецов. А вышло так, что Даниил вместе с отраками тремя, Анания, Азария и Месаил, он ведь тоже входил в каком-то смысле в эту группу мудрецов и тайноучителей. Поэтому его тоже должны были казнить. И вот он узнает от царского служителя Ореоха, вот когда мы читаем книгу пророка Даниила, то мы видим, что были свои такие внутренние отношения в царском дворе. И вот этот Ореох, он был очень расположен к Даниилу, к его товарищам, был благосклонен к ним. И он ему передает, что вот так и так вышло такое повеление из-за того, что халдеи не смогли разгадать сон царя. И тогда Даниил идет к царю и упрашивает его подождать. И говорит, что он постарается открыть ему сон его. А потом возвращается к трем своим друзьям, просит их усердно молиться и сам, конечно же, молится. И вот пророку Даниилу дается видение, ему дается от Господа откровение. Что же это был за сон царя и каково значение его? И вот Даниил приходит к царю, а тот его уже ждет, для него важно узнать значение сна. И Даниил ему прежде всего говорит, тайны, о которые царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайновецы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И вот, братья и сестры, понимаете, конечно, иногда мы встречаем какую-то человеческую догадливость. Тут же бывают, конечно, и какие-то там мистики, которые пытаются что-то как-то объяснить с помощью тайного знания. Но это все не то. Вот подлинное знание, оно подается только от Бога. И есть то, что именно Господь открывает, просвещая ум и сердце человека. Именно на это ссылается пророк Даниил. И вот он пересказывает видение царю Новоходоносору. Оказывается, царь, когда засыпал, то он размышлял, вот его царство, да, а что будет после него? Ведь он же на тот момент сделал Вавилонское царство первенствующим в мире, и остальные начинали подчиняться ему, а что будет после него? И оказывается, показан был ему огромный истукан страшного вида. Понятно, почему истукан, потому что это были языческие царства. И вот состоял он из нескольких частей. Голова из чистого золота, грудь его и руки из серебра, живот и бедра медные, ноги железные, а ступни ног его частью из железа, а частью из глины. И в этот момент от горы без содействия рук отрывается камень, который катится, летит на этот колосс на глиняных ногах и сокрушает его в прах и пепел. А после этого камень разрастается, становится большой горой и заполняет собой всю землю. Навуходоносор, надо сказать, был потрясен этим видением и в безмолвии стоял, чтобы услышать объяснение. А святой Даниил продолжает и объясняет. Оказывается, золотая голова – это образ самого царя Навуходоносора и царства Вавилонского, его величия, блеска, великолепие. После него будет другое царство, которое менее может быть богатое, да подобное серебру, но более прочное. Серебро прочнее золота. Потом, значит, будет другое уже медное царство. После него крепкое железо. Вот железо – более крепкий материал, который будет все сокрушать, значит, поражать, уничтожать. Но затем это железное царство смешается с глиной, и в нем появится некая внутренняя хрупкость. А камень нерукосечный, который без содействия рук от горы откололся и разбил эти царства. Что это? Говорит пророк Даниил, в одних тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так что же это за царство? Конечно, в дальнейших пророчествах Даниила оно уже приоткрывается, но и сама история свидетельствует об этом, потому что действительно на смену Вавилонскому царству приходит следующее, это Мидо-Персидское царство, серебряное, да, грудь и руки, как две руки, Мидия и Персия, которые свергают Вавилон, да, а на смену ему приходит царство Македонское, или точнее греческое, во главе которого поначалу был Александр Македонский, который побеждает персов, это вот образ как раз тот самый Медного царства, а потом является Римская империя. Вот Римская империя, она как железо сокрушала все вокруг и покоряла все народы, и рука Рима была рукой железной. Так вот, именно во время Римской империи и является Христос, который несет с собой новое, вечное, неотмирное царство, царство Божие, и дает людям путь от земли к небесам. И как мы знаем, Римская империя, она тоже не устояла, порушилась как железо, смешанное с глиной, а христианство уже начало преображать людей, и множество святых людей стали наполнять собою царство Божие. И это царство уже никогда не отнимется. Камень нерукосечный, который без содействия рук отделился от горы и поразил этого идола. Есть Христос, вот как в Новом Завете у апостола Павла сказано, что камень же был Христос, да, нечто прочное, нечто основательное. И языческие державы, они действительно рухнули, а вот этот вот камень, он стал большой горой, распространился на всю землю, потому что Христос все народы стал привлекать к себе. И вот это вот, братья и сестры, это было первое такое вразумление царю Навуходоносору от пророка Даниила, а всего было их три вразумления. Ну, царь, конечно, дивился, вот видение сохранилось и записано в Священном Писании, но сам царь, видимо, не до конца все-таки так вот взял все это на ум. И проходит какое-то время, и он решает поставить огромного истукана, чтобы ему все поклонились. Есть такие предположения, что идол изображал самого царя Навуходоносора, и вот это вот воздвижение огромного истукана 60 локтей вверх, да, и 6 локтей шириной, ну, то есть фактически более 25 метров высоту. И когда этот идол воздвигнут, стали всех собирать к нему, всех там вот сатрапов, градоначальников, судей, законоведцев, тайноучителей и прочих, и все по одной команде должны были поклониться этому идолу под звук трубы, там гусли, свирели, цитры, симфония и так далее, перечисляются. То есть целый симфонический оркестр должен был начать играть, и тут же все должны были поклониться. На самом деле, вот мы-то думаем, что это просто какое-то самодурство, ну, по сути, так оно и есть, но это было еще и политическое действие. Ведь Навуходоносор созидал такую прочную, мощную державу, где должна была такая жесткая вертикаль власти, и, соответственно, поставить одного идола, и все должны были поклониться ему в знак вот подчинения вавилонской власти. Действие это было поистине грандиозным. Единый культ, единый правитель, единое поклонение. И вот когда заиграли музыкальные инструменты, и все стали поклоняться идолу, вдруг халдеи, те самые маги, заметили, что три фигуры остались на месте. И это были святые отроки Анания, Азария и Месаил. Что показательно, святой пророк Даниил отсутствовал. И вот здесь есть некая такая тайна, мы не все знаем. Может быть, он премудро смог уклониться от этого действия, может быть, он находился с каким-то поручением царским в других местах, но явно, что он тут отсутствовал, и он не кланялся этому идолу. А трех святых отроков схватили и привели к царю. И вот Навуходоносор чинит допрос и говорит, а вы с умыслом ли не поклоняетесь богам моим и золотому идолу, истукану не кланяетесь? Если вы этого не сделаете, вы будете брошены в раскаленную печь. И трое святых отроков, вот когда мы читаем, мы видим, что они отвечают со смирением, но с достоинством верующего человека. И они говорят, «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит». Но при этом святые отроки, они понимали, что чудо может и не быть, и они добавляют, «Если же и не будет того, тогда будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». На самом деле, святые отроки, они не знали, спасутся они или нет, они уповали на всемогущего бога. Но даже если и примут смерть, все равно не будут поклоняться языческим идолам. И тогда велено было разжечь печь в семь раз сильнее прежнего, и туда, значит, и смолу, и паклю, и хворост, и, что интересно, и нефть туда бросали, то есть растапливали такими горючими веществами. И слуги, схватив трех отроков, подбежали и бросили их в устье печи. При этом в книге пророка Даниила там приводятся даже такие вот особенности, что так как вот это повеление было очень строгим, а печь чрезвычайно раскалена, то пламя убило тех людей, которые бросали Ананию Азария Месаила в эту печь. Ну, на самом деле, мы знаем, что действительно, когда слишком высокая температура, человек может мгновенно погибнуть. Возникает тепловой удар, и человек тут же погибает. Вот это и случилось с теми воинами, а трех отроков бросили внутрь, и тут-то и происходит чудо по милости Божией. И ходили посреди пламени, воспевая Бога и благословляя Господа. И дальше приводится молитва святого отрока Азария, который благословлял Господа и говорил, И вот это молитвословие, так же, как и последующее песнопение трех отроков, вошли в наш богослужебный чин. Особенно великим постом мы произносим это в храмах. И с одной стороны, это была такая смиренно-покаянная молитва, в которой святые отроки исповедуют грехи народа и признают себя достойными попущенных наказаний. А с другой стороны, это словословие величия и милости Божией. И вот три отрока поют, Благословен ты, Господи Божи, отцов наших, и хвальный, и превозносимый вовеки. И благословенно имя славы Твоей святое, и прихвальный, превозносимый вовеки. А почему три отрока спаслись? Вот книга пророка Даниила, она объясняет, что оказывается, вместе с ними сошел ангел Господень в печь, и вот в средине этой печи он как бы выбрасывает пламя огня и орошает небесной росой это место, где они находятся. Как мы читаем, что в средине печи был бы как шумящий влажный ветер, и огонь нисколько не прикоснулся к ним. А Навуходоносор, услышав пение из печи, удивился, и обращается он к стоящим рядом с ним и говорит, «Разве не троих мы бросили в печь? Почему же я вижу четверых? И вид четвертого подобен Сыну Божию». Вот святые отцы обращают на это внимание, они говорят, что, это такие древние толкования о том, что сам Сын Божий, он не сшел в эту печь, чтобы сохранить жизнь трех святых отроков. А почему же он называется еще Ангелом Господним? Потому что Сын Божий именуется Великого Совета Ангелом. И есть такое устойчивое святоотеческое понимание, что теофания Ветхого Завета, когда именно Господь является людям Ветхого Завета, то это было явление именно Сына Божия, который тем самым предустраивал свое будущее воплощение, когда он сам станет человеком и будет жить вместе с людьми. Ну, а само это чудо означает, что даже если нас вергнут в глубину каких-то страшных испытаний, когда как будто огонь окружает нас, не стоит отчаиваться и унывать, потому что Господь никогда не оставит. И если нужно, то он охладит этот огонь, огонь искушений, испытаний, и он будет находиться рядом с нами и сохранит нашу жизнь. Царь Навуходоносор велел святым отрокам выйти из печи, и после этого царь делает такой указ, чтобы никто не смел выступать против Бога святых отроков. Ну, на самом деле мы действительно знаем, что когда иудеи находились в Вавилоне, то им было позволено соблюдать свои обряды, молиться своему Богу, то есть их не лишали их религии. Возможно, благодаря именно вот этому чудесному свидетельству, которое совершилось в этой огненной печи. А само это событие с тремя отроками, оно в нашей богослужебной жизни легло в основу седьмой и восьмой песен канона. Вот Ирмасы песни посвящены именно трем отрокам, и потом вот когда читаются тропари канона, седьмой и восьмой песни, то там вспоминается именно событие, связанное с тремя отроками. Мы упомянули уже два чудесных вразумления Навуходоносора. А вразумился ли он? Огромный вопрос. И вот в книге пророка Даниила дальше говорится про то, что был дан еще один сон царю. Ну, этот сон он не забыл, он прекрасно его помнил после пробуждения, но разгадать этот сон не могли халдеи. И тогда вновь приглашают пророка Даниила. Надо понимать, что вот эти три события, они происходили в разные времена, и между ними был определенный такой период времени, сколько-то лет проходило. А сон Навуходоносора на этот раз был такой. Он увидел огромное дерево, которое кровлей своей до самых небес, и обширное, его видно от края земли до края земли. Листья прекрасные, плоды, и там птицы в нем укрываются, под его ветвями разные животные. И потом вдруг с небес ходят бодрствующие и святые. Имеется в виду сам Господь, который велит отрубить это дерево. И значит, плоды его стрясаются, листья разлетаются, птицы улетают, звери разбегаются. И сказано, что пусть только останется корень его на земле. И пусть он семь времен, то есть семь лет, пребывает среди полевых зверей, орошается небесной росою, а еще сказано, сердце человеческое отнимется от него и даст ему сердце звериное. Халдеи не смогли объяснить значение этого сна, а вот пророк Даниил после длительной молитвы с неким страхом и трепетом приоткрыл значение этого сна и говорит, «Твоим бы ненавистникам этот сон и врагам твоим значение его». Оказывается, это огромное дерево, это и есть сам царь Навуходоносор, в его блеске, величии, великолепии, и кажется, что от него все зависят, но ради его гордыни Господь его смирит и лишит его царства на семь лет, когда он перестанет жить среди людей и будет жить в открытой, так сказать, природе, посреди животных, орошаться будет небесной росой и будет питаться травою полевою. И так будет с ним, пока он не смирится и не обратится к Богу. Надо сказать, что царь Навуходоносор принял объяснение этого сна, нисколько не наказал пророка Даниила, хотя мог, ведь это очень неприглядное объяснение, и отпустил его. И вот проходит год после этого, и однажды Навуходоносор, гуляя по окрестностям Вавилона, вдруг произносит, «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства, силой моего могущества и в славу моего величия?» Вот, братья и сестры, помните, когда воздвигалась башня, вавилонская вот эта знаменитая башня, и смешение языков произошло по Божьему вмешательству, то люди тоже что хотели? Значит, построим башню до небес и сделаем себе имя, прославить себя. А тут вот царь Навуходоносор, наблюдая за своим Вавилоном, как бы повторяет ту же самую мысль, что вот я в славу своего величия, ради самого себя. И, конечно, вот чисто по-человечески, если исходить из мирских представлений, ему было чем гордиться. Город был очень крепкий, мощный, и там находилось одно из семи чудес света, висячие сады Семирамиды. Удивительные сады, говорят, что Навуходоносор устроил эти сады ради своей жены. Она происходила из миды персидских земель, очень тосковала по родной природе, и вот он ради нее устраивает эти сады, там, значит, стены, колоннады, а на них располагаются действительно сады. И ветви, листья, прекрасные цветы спускаются вниз, как некий такой вот райский сад. И Навуходоносор, он вместо того, чтобы прославить Бога, прославляет самого себя. И как только в нем гордыня возобладала, тут же с небес происходит глаз. Тебе, говорят, царь Навуходоносор, царство твое отошло от тебя. И тут же рассудок царя помешался. Вот, братья и сестры, надо сказать, что гордыня, это всегда есть помешательство человеческого ума. Потому что человек ставит как бы в центре вселенной самого себя, возвышает свое «я», и в этом есть страшное безрассудство. Гордыня это и есть уже безумие. Иногда Господь попускает вот подлинное такое вот помешательство таким людям ради их смирения. Вот это и случилось с царем Навуходоносором. С царем случилось некое психическое расстройство, когда он стал отождествлять себя с животными. И как мы читаем, отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесную, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. И вот, значит, проходит семь лет такого жалкого пребывания посреди диких ослов, как еще читаем мы в книге пророка, и в один момент вдруг Навуходоносор возводит очи к небу, возвел глаза к небу, и разум возвратился к нему. Понимаете, когда он обратил свой взор к Богу, смирившись полностью, то тут же гармония душевных сил у него восстанавливается, и Господь своей благодатью исцеляет его. За этот период он не был лишен власти, он формально оставался правителем, и теперь он возвращается к своим делам, но он уже извлек для себя вот некий духовный урок, а дальнейшая его участь нам неизвестна. Надо сказать, что Навуходоносор в свое время Даниила сделал начальником над всеми вавилонскими мудрецами, а святых отроков поставил управителями над областями, как бы наместниками своими. Это произошло после того, когда Даниил чудесно объяснил видение о будущих царствах, вот где там золотое, значит, там серебряное, медное, железное и глиняно-железное. И тогда уже Навуходоносор особенно возвысил его и его друзей, а когда Навуходоносор умер, то на смену ему пришли другие правители, и один из его преемников, царь Валтасар, он вел уже борьбу с Медоперсидским царством, и вот, значит, для того, чтобы как-то приободрить своих сподвижников, он устраивает большой пир, и во время этого пира Валтасар поступил очень дерзко, он велел взять священные сосуды, которые хранились в Вавилоне, сосуды из Иерусалимского храма, и именно из них пил напитки, в общем, вкушал какую-то еду, и поступал неподобающе относительно священных сосудов. И тут вдруг перед глазами Валтасара на стене некая таинственная рука стала писать надписи, и там было написано «Мине-мине, текел у парсин», ну или «перес», там по-разному объясняют это. Царь страшно испугался, задрожали колени его, он не знал, как это объяснить, и царица, мама его, она напомнила ему про пророка Даниила, который умеет объяснять сны и таинственные видения. И вот тогда пророк Даниил был тоже приглашен, и он объяснил, оказывается, эти три загадочных слова, они символически выражают то, что случится с Валтасаром. И эти три слова «Мине, текел перес» означали «исчислил», «взвесил», «разделил». И пророк Даниил поясняет, что Бог исчислил царство твое и отнимает его от тебя. Затем, значит, «ты взвешен и найден на весах Божьей правосудия очень легким». А «разделил» — это означает, что разделено царство твое между медянами и персами. Все это достаточно быстро исполнилось. Валтасара убили, рухнуло Вавилонское царство, и наступило царство Мидо-Персидское. В то время Даниил, он был уже очень преклонного возраста, и когда к власти приходит новый царь, он именуется Дарием в книге пророка Даниила, то он с большим уважением относится к нему. И там даже говорили, что было поставлено 120 сатрапов, то есть как бы губернаторов, управителей областей, а над ними три князя. И вот Даниил был одним из этих трех князей, которые над другими управителями. Очень высокое положение. И как всегда при дворе интриги. Изложелатели хотели устранить пророка Даниила. И тогда они, не зная вот как к нему поступиться, да, потому что все, что он совершал, было в согласии с законами, то они уговорили царя Дария издать такой указ, чтобы никто в течение 30 дней не обращался ни с каким прошением к какому-либо богу, а только с просьбами обращался к самому царю. И если кто-то нарушит, то того бросят в львиный ров. А Даниил трижды в день обращался с молитвой к Богу. И приводятся такие подробности, что окна жилища его были обращены в сторону Иерусалима. Иерусалим, как святая земля, привлекал взор иудеев, живущих в Вавилоне. И трижды в день пророк Даниил обращался с молитвой к Богу в сторону Иерусалима. За ним посмотрели и на него донесли. Причем, когда царь Дарий узнал об этом, то он был глубоко огорчен, потому что не хотел терять такого помощника, как Даниил, но не мог отменить свой указ. Вот это было именно в традициях персидских царей, что если указ царя уже издан, он не может быть отменен. Его нужно было исполнить, иначе получалось, что царь он как бы несостоятелен в своем правлении, и что он может ошибаться. Тогда как царь по тем представлениям, языческим представлениям, не может ошибаться. Он в каком-то смысле обладает божественным знанием. И поэтому закон не мог отменяться. Даниилы ведут к львиному рву, и царь Дарий говорит ему, что Бог, которому ты служишь, он, конечно же, сохранит тебя. Но Даниилы ввергают в этот вот ров. Кстати, исторически подтверждается, что вокруг Вавилона действительно был такой вот ров, куда выпускали львов для того, чтобы они бегали. И, в общем, если какие-то лазучики подкрадывались к городу, да, то львы тут же могли их растерзать. Дарий настолько огорчился, что даже не вкушал ужина. В этот день лег спать, а наутро поспешил скорее к рву львиному и обратился с такими словами. Даниил, Бог, которому ты служишь, он сохранил ли тебя живым? И на это вдруг пришел ответ, царь, вовеки живи. Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист. Да и пред тобою, царь, я не сделал преступления. И тогда царь невероятно обрадовался, принял обратно Даниила, а те, которые наговаривали на Даниила, были вместо него ввержены в ров, где львы их и растерзали. К сожалению, вот в царствах языческих все было достаточно строго и жестко. Кстати, братья и сестры, в древнеримских катакомбах образ Даниила часто помещался на стенах, потому что это вот образ тоже вот мученичества и первых христиан, так как первых христиан зачастую бросали на растерзание диким львам. Как видим, жизнь самого пророка Даниила проходила в очень тяжелых условиях, все время читан оговоры, злоумышления. Еще один раз тоже бросали пророка Даниила ко львам. Он там находился целую неделю, его не кормили, ну и, соответственно, не кормили львов, чтобы они растерзали Даниила, но те не тронули святого пророка. А для того, чтобы он имел пропитание, приводится такая история, что ангел Божий перенес из Иудеи пророка Аввакума, который нес похлебку жнецам, и вот этой пищи пророк Аввакум поделился с пророком Даниилом во рву львином. Нам неизвестны досконально все события жизни пророка Даниила, но известно его пророчество. Он говорил о временах и царствах, о том, что будет происходить, и какие-то события осуществились вскоре после жизни пророка Даниила, а какие-то отложены на потом. А может быть и даже события того времени служили неким прообразом будущих, апокалиптических времен. Вот когда Даниил созерцает, как из моря выходят звери страшные, один там страшнее другого, уничтожают друг друга, потом у одного из этих зверей десять рогов, потом между ними появляется небольшой рог, не спровергает других, значит, у него уста, говорящие высокомерно, а потом пророк созерцает суд Божий, как на престоле садится ветхи днями, это вот Господь Бог для совершения истинного суда, и перед ним проходит огненная река, еще сказано, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. И вот, значит, не спровергается этот малый рог, который говорил высокомерно и хульно, и он не спровергается куда-то в преисподнюю, и отнимается у зверей их силы и власть. И ясно, что речь идет о последних временах, когда власть греха будет порушена и упразднен Антихрист. А дальше пророк Даниил говорит, «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему, и Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему, владычество Его, владычество вечное, которое не предет, и царство Его не разрушится». Речь, конечно же, о Сыне Божьем, который стал Сыном Человеческим, и вот как Спаситель сам говорил, «Да нам не всякая власть на небе и на земле». И именно это созерцал пророк Даниил. Пророк Даниил несколько раз говорит о Христе, и он уникален тем, что описывает в каком-то смысле точное время пришествия Христова. Пророк Даниил жил-то ведь до Рождества Христова, и вот он предсказывает это знаменитое его предсказание о семидесяти седминах. Седмина в данном случае имеется в виду семь лет, и семьдесят по семь получается четыреста девяносто лет. И вот непосредственно пророк, он описывает так, «Семьдесят седмина определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззаконие, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых». Ну, понимаете, что действительно, речь идет именно о пришествии Христовым, когда, чтобы запечатаны были грехи, то есть искуплены грехи, заглажены беззаконие, сказано, не на то, что и совершил Господь Иисус Христос своей крестной жертвой. И пророк Даниил поясняет, «И так знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины», то есть шестьдесят девять седмин, «и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена». Речь идет прежде всего о восстановлении Иерусалима и храма Соломонова в то время. Примерно семь седмин, то есть сорок девять лет на это отведено, а потом еще шестьдесят две седмины, и дальше сказано, что «по истечении их предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения». То есть Христос претерпит крестную смерть, его иудеи предадут смерти, но в итоге сам их город будет опустошен. Иерусалим будет захвачен римлянами и разрушен. И сам Господь Иисус Христос ссылался на пророчество Даниила, когда упоминал, что «когда увидите мерзие запустения, стоящие на святом месте, как сказано у пророка Даниила, тогда живущие в иудее добегут в горы». И это означало, что когда римляне придут, чтобы разорить Иерусалим с храмом, то надо будет скорее удаляться оттуда. А, собственно, евангельское благовестие Иисуса Христа, оно приходится на последнюю, 70-ю седмицу, и в половине ее, сказано, прекратится жертва и приношение. Вот когда три с половиной года евангельского благовестия совершились, спаситель принимает смерть на кресте за всех, то тогда, как мы знаем, завеса храмовая, она раздралась на две части, как бы вот обнажая святое святых и означая собой прекращение жертв. Они потеряли свой смысл, потому что принесена истинная жертва, жертва Сына Божия. Но у ученых возник целый спор, с какого момента отсчитывать эти седмины, потому что было на самом деле несколько указов. Поначалу эти указы были о восстановлении храма Соломонова, а потом уже указы о восстановлении Иерусалима. Но если пытаться все-таки более точно смотреть по книге Даниила, то, скорее всего, это седьмой год правления царя Артаксеркса, и это пятый век до Рождества Христова. И вот как бы ученые там не спорили, одна версия, другая версия, но все равно исполнение семидесяти седмин приходится строго на жизнь Господа Иисуса Христа. Конечно, некоторые пророчества Даниила, особенно касательно Антихриста, они в каком-то смысле устрашают нас. Вот когда он пишет тоже про один из малых рогов, который там возвеличился чрезмерно, разросся в разные страны, и сказано, что даже вознесся на вождя воинства сего, имеется в виду вождя воинства небесного, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его. Конечно, некоторые объясняют это как относящиеся ко второму веку до Рождества Христова событию, когда антиохийский правитель Антиох IV Епифан, он, покорив Иерусалим, прекратил там жертвоприношение, посвятил языческому божеству храм и даже лично заколол жертвенную свинью на алтаре Иерусалимского храма. Получилось действительно такое вот осквернение святыни, но повторим, что в пророческих видениях события прошлого, они могут быть прообразом и грядущих событий. И вот это вот осквернение святыни храмовой, и это прообраз Антихриста, который придет в будущем, захочет осквернить святыню храма, самого себя будет выдавать за Бога, и вознесется на вождя воинства небесного, будет выступать непосредственно против Бога. Но сам Даниил при этом говорит, что дело Антихриста обрушится, и многие очистятся, говорит он, убелятся и переплавлены будут в искушение, то есть те скорби, которые будут попущены, они для блага людей, доживущих до того времени. Хотя некоторые, нечестивые, будут поступать нечестиво и не уразумеют всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. И пророк Даниил, как мы говорили, свидетельствует о грядущем страшном суде, и еще он говорит о будущем воскресении, как он пишет, и многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечные, другие на вечное поругание и посрамление. То есть будет суд, будет всеобщее воскресение, и будет вечное воздаяние, одним к жизни и благам вечным, а другим, к сожалению, на вечные муки. Вот, братья и сестры, такова жизнь и таковы пророчества святого Даниила. Конечно, мы не могли все исчерпать, книга его имеет намного больше глубины и содержания. Если есть возможность, старайтесь обращаться к книге пророка Даниила, к книгам других святых пророков и вообще к священному писанию, потому что это помогает нашу жизнь устраивать по воле Божией. Конечно, мы не очень представляем, как именно закончил свою жизнь святой пророк Даниил. Есть некоторые древние сведения, что он окончил жизнь мученически, так же, как и трое святых отроков, Анани, Азария и Месаил. Но в достоверности мы не знаем. Известно, что в разных местах указывают на его захоронение, то есть есть разные версии. Но по одной из версий, Тамерлан после своих многочисленных походов, он перевез останки пророка Даниила в Самарканд. И вот там в Самарканде есть огромная пространная гробница на 18 метров простирающаяся, и где считается, что там и покоится тело пророка Даниила. Рядом с этой гробницей произрастает древнее фисташковое дерево, говоря, чуть ли там не 500 лет или даже больше ему. И вот какое-то время это дерево стояло сухим, а в 2000-е годы оно процвело и дало новые зеленые ростки. С праздником вас, дорогие братья и сестры! Святые пророчи Божии Даниили, святые Анания, Азария, Месаили, молите Бога о нас! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.